Праблеме стресса просвечена шмат навуковых праца, механизмы ягу узникнення деталёва вывучены. Учёные кажут, что у невеликих померах стресс не обходны у всем, бо грамушая думать и шукать решения узникающих проблем. Але, каля ягу вельми шмат, организм може не вытрымать. Подадзенных сусветной организацией Аховы Здаруя, каля 13% людей подвергаются стрессу на працонном месте постоянно, до 90% сутыкаются с ним периодично. Як замагаться с гэтой зьявой, так сама вядома. Гэтой поляпшение санитарно-бытовых умов и повышение культуры вытворчасти и громадский контроль за выкананием працонных и законодавства. Але бадай самое халунное – гарантованное працонное место и годная зарплата. Конечно, отслеживаем и мы, и органы исполнительной власти проводят мониторинг занятости, своевременной выплаты заработной платы. Ну и надо сказать, конечно, всё это, когда под контролем со всех сторон, он как минимум, до минимума снижается возможность получения стресса. День аховы працы – суместное мероприемство Аблвыканкам и областного объединения прав Союзов. Такое супрационниство дозволяй не только контролевать ситуацию на вытворчасти, але и у выняку необходности примать адекватные меры. Дарычу, гэтым годзе на предприемство Гомельщины уже зарегистровано 8 смяродных выпадков. Один за пошних – у лясництве Будакашалёвского района. Наприканцы красавика тут загорелся вахтовый вагон, який належу акционерному товарыству «Гомельдрыл». У выняку один человек загинул на месте, ящий один помер у больницы. Разом с тем, значная частка смяродных выпадков на вытворчасти всё лето связана перш за всё со станом здоровья працующих и не выключена минавито отриманным стрессом. Зарегистрированы вот 8 случаев со смертельным исходом. Определённое количество, не буду сегодня говорить какое, но оно будет снято в связи с тем, что люди ушли из жизни, не придя на работу. Человек пришёл на работу и умер от сердечного приступа. Но это же не производственная травма, но это случилось на территории предприятия, поэтому пока оно зарегистрировано как производственный травматизм.